Некоторые вещи даже еще остались в коробках, собственно говоря, но нет смысла просто их разбирать, потому что реально не знаем, когда нас просят съехать. Живут на чемоданах уже целый год. В конце 2019-го супруги Софья и Егор почти за 4 миллиона купили квартиру в спальном районе Барнаула. Красивую, просторную, наводи уют и обживайся. Но одним недобрым днем неожиданно выяснилось, квартира им не принадлежит. Мы уже тут планировали ремонт. В один из вечеров к нам приходит женщина, постучалась в дверь, все. Говорит, я собственница. Вы, говорит, квартиранта? Мы сначала говорим, нет, наверное, когда-то ошиблись квартиры. Она нет, все 69-я. Я собственница квартиры. Мы говорим, ну мы ее купили. Она говорит, как так, я ее сдавала. Оказалось, последние арендаторы без ведома собственницы подделали ее паспорт по ксерокопии документа со всеми вводными знаками. Но поставили свое фото, чтобы в Росреестре, куда они обратились за восстановлением документов на квартиру, ничего не заподозрили. Затем продали квартиру перекупщику, а он, в свою очередь, в супружеской паре. Примечательно, что в Росреестре пояснили, они не устанавливают подлинность паспорта. Когда поступает регистратору на правовую экспертизу заявления, регистратор, видя данные, которые указаны в заявлении, запрашивает сведения посредством электронных сервисов в миграционную службу на предмет проверки достоверности этих сведений. Миграционная служба отвечает, либо паспорт достоверный, либо он недостоверный. На предмет подлинности запросов государственные регистраторы не осуществляют. Миграционка оценить подлинность паспорта может только визуально, то есть без каких-либо гарантий. Сами арендаторы же, которые подделали паспорт, сейчас находятся в СИЗО. Брать с них нечего, рассказывают Софья и Егор. Собственница подала на супругов в суд. Там молодую пару признали недобросовестными покупателями. Здесь добросовестность, я вам говорю по статье, не имеет вообще значения, так как выбыла квартира помимо воли. Мы со своей стороны доказали факт, что наша клиентка через подчерковеческие экспертизы не подписывала данный договор на отчуждение квартиры. Софья сейчас на восьмом месяце беременности и все квартирные переживания принимает близко к сердцу. Я очень долго лечилась, если честно, у нейролога. У меня анимевала просто вся левая часть. И до сих пор, и даже будучи беременна, лежала на сохранении. Возможность признать Софью и Егора добросовестными покупателями могла бы быть, если бы они оформили договор купли-продажи в нотариальной форме. И они, и перекупщик, который приобрел жилье у людей по поддельному документу, решили обойти этот момент. Сделка и у того, и у этих участников прошла в простой письменной форме. Что было бы дороже затратить на нотариуса? Что там? Не больше 25 тысяч рублей. Это я сейчас говорю о максимальном каком-то таком размере. Либо же вот простая письменная форма. Кто отвечает за эту сделку? Риелтор? Кто отвечает? Продавцы? Ответили покупатели. И вообще я бы призвала именно покупателей обращаться к нотариусу за удостоверением сделки купли-продажи недвижимого имущества. Недобросовестные продавцы, как правило, отговаривают покупателя от визита к нотариусу, поскольку последний тщательно проверяет документы. Если они подозрительные, запрашивают информацию по ним в разных инстанциях. Нотариус заинтересован, чтобы сделка совершилась и была законной. Если суд вдруг усмотрит вину нотариуса и сделка будет в суде оспорена, то нотариус будет обязан компенсировать ущерб. На обращение к нотариусу при заключении сделок настаивают юристы, иначе шанс найти правду близится к нулю. Преступность началась в том моменте, когда мошенники завладели имуществом этого человека незаконно. Соответственно, они незаконно получили квартиру, все последующие сделки будут незаконными. Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке квартиры, юристы советуют обращаться в ФМС. Мол, здесь есть возможность сверить фотографию паспорта собственника с фотографией в базе данных миграционной службы. Но здесь есть свои нюансы. Вы сомневаетесь в подлинности паспорта собственника, правильно понимаю? Да, хочу подстраховать себя. Ну, с ним вместе подходите, он с паспортом. Ему предоставят информацию, подлинно у него паспорт нет. Вы просто рядом будете. Кстати, как выяснилось, на черном интернет-рынке могут поделать любой документ, в том числе паспорт. Мониторил социальные сети, закрытые социальные сети, где на этом черном рынке предлагают документы. Разброс цен тоже валировался от 35 тысяч до 350 тысяч. Дмитрий Симонков на днях позвонил представителю черного рынка и лично убедился, как легко и дешево могут слепить главный документ, удостоверяющий личность. Ну, на ксерах все паспорт, на ксерах. И вот все данные, все то же самое оставить. И надо будет поменять фотографии только другого человека туда сделать. Я понял тебя, 35 будет стоить. Для мошенников такие расходы не сумма, когда на кону миллионы рублей. Пока такие услуги существуют, ими будут пользоваться. А такие, как Софья и Егор, попадаться на удочку злоумышленников. Сейчас молодые люди озадачены поиском съемного жилья. Но они все еще надеются, что случится чудо, и приобретенное ими жилье признают за ними. Но все эксперты солидарны такому высококлассному типу мошенничества противостоять практически невозможно. Из-за случившегося у пары, ожидающей первенца, даже приятные хлопоты отошли на второй план. Кроватку морально не могу настроить себя купить, потому что только купим, привезем, соберем. И опять же неизвестно, что будет завтра. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.